всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра этот хобби влог я решила посвятить раскрашиванию по цветам символам и номерам обычно когда мне хочется пораскрашивать по номерам в детских раскрасках я выбираю серию волшебные раскраски но есть еще и такая серия и 16 витражных раскрасок там тоже у меня какое-то количество в общем из этой серии я для себя сейчас выбрала две веселый зоопарк и фантастические существа веселом зоопарке я выбрала для себя значит хамелеона буду его раскрашивать а фантастических существах буду раскрашивать вот эту иллюстрацию естественно буду использовать фломастеры карандашных работ у меня было достаточно много хочу переключиться вот на что то такое единственное что я не буду сейчас вот так вот выкладывать по порядку какие-то фломастеры я начну с раскраски фантастические существа ну и в общем то просто сейчас возьму какой-нибудь свет вот отсюда допустим чтоб лишний раз не тянутся возьму там три цвета например во первых красный здесь есть также возьму два фиолетовых такой и вот такой красить я буду что-то на камеру где-то промежуточные итоги покажу ну и в конце видео уже обе раскрашенные иллюстрации вы увидите потому что ну раскраски по номерам тем более детские это не что-то такое что нужно обязательно ждать до конца месяца тем более нет осталось не так много но в общем это этот хобби влог будет проходить но в режиме наверное какого-то мини челленджа такого так что не переключайтесь ну что ж приступим к раскрашиванию для меня это прям такое реально переключение ну во первых все раскраски по планам задействованы остались самые самые мелкие доработки во вторых конкурс проведен и итоги подведены и раскраска в общем то отправлено то есть много чего сделано поэтому действительно можно отдохнуть и расслабиться начала я с нелюбимого красного цвета ну чтоб как боже раскрасить и все отложить его в сторону с огромным прям удовольствием раскрашиваю вот но конкурсы как я и сказала еще будут у меня одна раскраска лежит тоже в запасе для того чтобы ее разыграть скорее всего как я говорила будет кон конкурс если на моем канале 3500 человек наберется за два месяца а именно до 15 апреля если на наберем 3 500 значит 16 апреля будет еще один внеплановый конкурс ну а так будем ждать там может быть 4000 или 5000 подписчиков но как то так хотя будут еще внеплановые конкурсы по закрытой ссылке то есть но это уже знаете как сказать для постоянных подписчиков для тех кто комментирует то есть это не такой конкурс где могут все участвовать и ну потому что обычно все равно хочется и людей порадовать и чтобы на канале подписчиков стало побольше потому что новые люди приходят подписываются вот а это конкурс будет чисто для тех кто уже подписан на меня кто проявляет активность причем не ради конкурсов а в принципе и вот для таких людей я тоже буду делать закрытые конкурсы я и оксана и знаете так ссылочку присылать людям они будут переходите если хотят участвовать на вот ну чтобы и у постоянных зрителей было больше шансов что-то приятное получить выиграть думаю это справедливо до раскрашивала я за кадром иллюстрацию вот такая получилась ну вот зеленый например скатывал бумагу фиолетовый два вот этих фиолетовых не скатывали красный и желтый самую малость оранжевый не скатывал но вот это у меня маппет океан не скатывал бумагу ну короче нормально что-то полосила что-то нет ну это ожидаемо от фломастеров я думаю что тут уже ничего удивительного в этом нет с обратной стороны не знаю протекло не протекло не должно бы в общем то ну и не видно за счет того что там все раскрашено в принципе плюс того что здесь еще и сами иллюстрации довольно яркие короче получила антистресс отдохнула расслабилась переключилась на другие материалы так что я довольна по раскрашивала я за кадром немного начала подобрала фломастеры но не все но некоторые вот а возвращаясь конкурсом то в принципе вообще ваша активность она как раз таки и приближает конкурсы и прочие интересные моменты ну и пока я отправляю только по россии но опять же чем больше людей на канале чем внимательнее вы смотрите видео активнее комментируете ставите лайки тем быстрее настанет момент когда можно будет уже отправлять не только по россии но и в какие-то другие страны но и соответственно сами разыгрываемые раскраски пока что они такие российские вот но все опять же зависит от вас чем больше подписчиков чем внимательнее вы смотрите и активнее себя ведете тем в общем то быстрее настанет тот момент когда можно будет уже и разыгрывать не самое знаете как бы до бюджетные раскраски то есть я имею ввиду что можно уже тогда будет иностранные какие-то разыграть но все со временем ну просто дело в том что время от времени я и так могла бы что-то иностранное разыграть но я считаю что youtube это понятно для меня и хобби в тот же момент и работа поэтому какая отдача такие в общем и такой отдачу я даю вам ну в том плане что когда именно непосредственно youtube будет мне что-то приносить такое что уже можно будет заказывать что-то допустим для конкурсов иностранное то вот тогда я в общем то с радостью ну как бы чтобы не в минус было да и вообще для внимательных людей иногда могут быть тоже какие-то приятные презенты но я имею ввиду что многие в принципе кто-то смотрит внимательно кто-то смотрит на промотки даже знаете в конкурсах многие умудряются условия не выслушайте вот например многие люди так и не открыли на конкурсе подписки это еще хорошо что не как бы вот победительница она была и и подписаны и подписки были открыты вот а так очень многие люди даже которые меня комментируют постоянно почему-то все равно подписки так и не открыли но как я уже сказала если условия не выполнены то как бы правила они одни на всех я считаю что вообще скрывать подписки это не хорошо те кому скрывать ничего тот в общем то и не будет этого скрывать я не знаю я на у меня всегда открыты подписки мне скрывать ничего и главное самое интересное те люди которые там просят взаимную подписку я сама обычно никого не прошу но если меня просят я в общем-то соглашаюсь но если я вижу что у вас скрытые подписки я на такое не иду ну а зачем и мне еще всегда удивляли люди которые говорят мы за честное сотрудничество а потом вдруг перестают тебя комментировать отписываются от тебя и даже тебе об этом не сообщают но это вообще непорядочно у меня был один такой случай с одним блогером которую девушку многие знают она я была на нее подписано много лет будучи уверены что и она на меня также продолжает быть подписаны а потом вдруг она мне пишет давай взаимную подписку я так понимаю что ага ягу они ничего что я на тебя уже давно подписана но решила ее простить посотрудничать с ней в том числе и в инстаграм а она через неделю опять на меня от меня отписалась а потом снова меня просят ну как бы о сотрудничестве но она отправилась черный список в общем то другим девочкам я рассказала что она из себя представляет но в личных сообщениях поэтому но впрочем это заметили уже многие сейчас покажу вам что у меня в итоге получилось а получилась вот такая иллюстрация ну я правда не совсем догнала почему здесь обилие черного не я против черного ничего не имею но я чуть не очень поняла но не я конечно могла и перепутать цвета но я смотрела под разным освещением и теплый свет и холодный свет мне все-таки показалось что черный там был черный темно-зеленый хотя знаете иногда падал свет так что мне казалось где-то он и коричневый но очень странно потому что если эта детская раскраска то не знаю мне кажется что нужно либо палитру делать более понятно или же писать название цветов а может быть и то и другое потому что но где-то символы ладно здесь еще как-то но все равно я говорю что довольно таки не всегда очевидно какой цвет и какой оттенок приходилось очень напрягает зрение вот с обратной стороны в принципе вот буквально вот здесь вот немножко не она в целом нормально не критично это вот пара точек это не страшно сами понимаете но самое главное что опять же получила огромное удовольствие от раскрашивания от ярких цветов как я уже не раз говорила мне нравится переключаться с карандашей на фломастеры там на краски на все такое чтобы просто было разнообразие хотя конечно больше всего я люблю раскрашивать карандашами и акварелью но во фломастерах даже несмотря на то что частенько они полосят и полосят и дорогие и дешевые но в них есть своя прелесть свой кайф при раскрашивании поэтому конечно отказываться от фломастеров не буду ну в ближайшее время точно это все-таки в удовольствие ну проходится поверх карандашами я не планирую абсолютно точно потому что ну а зачем кран для карандашей у меня много других раскрасок вот вот и подошел концу мой хобби влог если данное видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я благодарю вас за просмотр желаю вам прежде всего здоровья а также вдохновения уютных раскрашивательных вечеров увидимся с вами в следующем видео пока пока